В некоторых источниках говорится, что в середине 18 века вокруг Баку было около 40 деревень. Согласно данным, которые есть у меня, в отличие от вашей версии, название Дигях означает «два холма» или «поселение» и состоит из двух слов – арабского и персидского. После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году населенный пункт был передан Бакинскому городскому совету Азербайджанской ССР. А в феврале 1936 года селу Дигях был присвоен статус поселка. 4 января 1963 года поселок был передан в состав новообразованного Абширонского района, а через 14 лет стал входить в Дигяхский поселковый совет Абширонского района. Интересным фактом о селе Дигях является то, что когда сифивитский правитель Шах Исмаил напал на Баку, столица государства Ширваншахов была хорошену защищена. В то время город был окружен двойными башнями и оборонительными сооружениями. За счет этого город оборонялся, и сифивиды долго не могли его взять. И село Дигях было одним из самых непокорных для великого правителя. Таким образом, село Дигях оказалось из самых непокорных сел Абширонского полуострова. На территории кладбища имеется десяток сооружений, которые, как предполагают, служители для хранения силоса. Хотя непонятно, зачем необходимо было строить помещение для силоса среди могил. Сооружения диаметром 7-10 метров выложены камнем и уходят в землю на 3-4 метра, а сверху перекрыты куполом. На кладбище имеется много могил в виде каменных склепов в виде небольших дольменов, перекрытых большими каменными плитами. Как правило, надписи к могилам отсутствуют. Вот видите, часть могил обозначена камнями, выложенными по кругу или обвалу. Ориентация различна, не все могилы ориентированы на Мекку, как это требует мусульманская традиция. В селении Издревле было развито земледелие и скотоводство. Наше село славилось своими арбузами и дынями. Здесь было несколько колодцев и авданов, которые служили для сбора подземной воды. Авданы снабжали питьевой водой весь поселок. Самый древний авдан находится на территории кладбища, и вот видите, и от него почти ничего не осталось. Мечеть состоит из двух частей. Специалист относит эту мечеть к обширонскому типу – Т-образных мечетей. По такому же принципу были построены мечети Фатмаи, Джорати, Бузовнах и в некоторых других обширонских поселениях. В 1279 году по хиджире внешний вид мечети потерпел некоторые изменения, которые сделали ее отлично от других мечетей подобного типа. С восточной стороны была сделана перекрытая сводчатым куполом пристройка со стенами, выполненными в виде стрельчатых арок. Мечеть была реставрирована мастером Уруджели Эмиром, а последний раз здесь ремонт проводился в 2012 году. Мечеть была реставрирована мастером. Я помню, как мать рассказывала об этой трагедии, когда армяне зашли и в наше село тоже. Они убили невинных людей. Мать говорила, что это событие произошло где-то в июне месяце. В то время, как и другие бакинские села, мы тоже были в пригороде и отдыхали. Даже не думали, что армяне придут сюда и убьют невинных людей. Она говорила, что армяне пришли сюда через село Кюрдаханы. Все дома разрушили. Даже наш дом был разрушен. И в это время на помощь пришли турки. Они сражались с армянами и здесь погибли. Вот видите, это те безымянные захоронения солдат, которые помогали нам и которым мы благодарны вечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok